Так, и прежде чем мы продолжим, ребят, хотелось бы вам напомнить про наших постоянных партнеров KevMyLife. KevMyLife это проект, где ребята разбирают предстоящие карты и выделяют наиболее интересные поединки, по их мнению. И хочу заметить, что на прошлом турнире было правильно отмечено 5 поединков из 6, и общий результат стало выглядеть как 20 правильных вариантов из 26 попыток. Эта альтернативная информация, она, как известно, никогда не бывает лишней. И скажи, пожалуйста, Ром, где мы сможем найти ссылки на них? Ну, собственно, здесь у нас все как обычно, ссылка будет в описании, ссылка будет в закрепленном посте. Дополнительное мнение, оно может быть очень интересным, поэтому проходите, чекайте и подписывайтесь. Да, ребята, мы потихонечку двигаемся дальше, и здесь нас ждет уже ранее замеченный поединок, который не состоялся по причине болезни Карла Робертсона. И помним тогда Марлен Тори сильно ругался на него, там, я не знаю, за одну минуту, сколько он раз сказал слово «факт». Ну, сейчас у них будет возможность выяснить отношения в очной встрече. Что можно сказать? Да, по сути, ничего не поменялось с предыдущего обзора. Карл Робертсона, Марлен Витори оба являются бойцами фактурными, универсальными, и при этом достаточно интересными и развитыми. Скажи, пожалуйста, Ром, кто все-таки выиграет в этом бою? Ну, вообще, по идее, бой такой тоже с вариантами, да, оба бойца действительно достаточно интересные, довольно высокого уровня. И, ну, по факту, вообще, они сейчас, пожалуй, являются более-менее универсальными бойцами. Карл Робертсон, я напомню, по базе кикер, да, в первую очередь ударник. Вот, но, опять же, более-менее он подтягивает свою защиту от борьбы. Я думаю, что все прекрасно помнят, как в прошлом бою он выступил против Романа Копылова. Закончил бой он именно в партере удушающем. Вот, что касается Витори, да, вообще, по идее, он преимущественно в борьбе ранее, да, выступал. Ну, и в стойке сейчас он себя чувствует вполне, вполне себе неплохо. Да, у него, конечно, какого-то там тяжелого удара не наблюдается, и это, мягко говоря, но все равно техника присутствует, довольно неплохая. В общем-то, что еще можно сказать, да? Мне бросилось в глаза, опять же, может быть, такое субъективное мнение, но Карл Робинсон на взвешивании выглядел ужасно к их прошлом бою, да, который сорвался. Это просто ужасно, изнеможденно, и, опять же, лично мне кажется, что это именно та причина, по которой он снялся, вот. Бой, конечно, этот организовывался уже, получается, сейчас третий раз. Не знаю, насколько вот это вот эмоциональное состояние Марвина Витория повлияет, потому что, в принципе, такое тоже может быть, такое бывает. Мы это видели в других боях. Но, в целом, лично для меня Виторий все-таки выглядит чуть более предпочтительно, хотя бы по той причине, что все-таки у него есть достаточно хороший партер, и он может именно там работать. Потому что, хоть и Роберсон потянул этот аспект, но все-таки его можно переводить. Более того, у меня вот перед глазами, значит, стоит его бой с Веллинтоном Турманом, где, на мой взгляд, он сам принимал решения очень нехорошие и сам себя вставил в ситуации, где у Веллинтона Турмана были шансы. И там вот сплитом он проиграл, точнее, выиграл, да, ну, опять же, такая оговорочка из-за того, что многие там посчитали, что Роберсон этот бой не выиграл, на самом деле, но он действительно был очень близкий. Вот, а так, в целом, если бой останется в стойке, если не переведет Виторий, я думаю, что Роберсон получше все-таки ударной техники, и в плане кардио он тоже, на мой взгляд, лучше. Но я считаю, что все-таки Виторий более разносторонний парень, и он будет использовать свои сильные стороны. Он и в стойке более-менее навяжет конкуренцию, и я думаю, он должен здесь использовать свою самую сильную сторону. Здесь коэффициент идет на Виторий за 1,47, Карл Роберсон за 2,8. Я опять же здесь скажу, что лично я просто этот бой посмотрю, потому что не могу здесь за фаворита притопить, не особо интересный кэф, но и андердог тоже не особо манит. Поэтому я просто посмотрю, бой действительно интересный, но предпочтение отдам Марвину Виторию. Да, есть у нас такая достаточно объективная информация о том, что про удар Марвина Витория слагают легенды, но в остальном этот парень является вполне таким комплексным и неплохим ударником. Он вполне способен работать и на дистанции, вполне способен подзарубиться где-то и, как говорится, в телефонной будке рядышком. Поэтому здесь сказать, что он прям такой уж уступающий ударник Карлу Роберсону, я думаю, все-таки нельзя. Он вполне техничен, он вполне быстр и достаточно вынослив. Если он все это правильно замиксует со своей борьбой, будет под своими ударами прятать тейкдауны, то у него вполне хороший шанс выиграть этот бой. Но я с тобой соглашусь, что несмотря на такие достаточно, казалось бы, объективные моменты, все-таки Карла Роберсона списывает, со счетов нельзя. Это тоже очень выдающийся атлет, который очень неплохо и комплексно работает. Он мозгов бы ему побольше, цены бы не было. Так, и вот наступил тот момент, который мы все так долго ждали. Это вот бой века. Синтия Кальвилио, Джессика Ай. Просто скилл, внимание, я не знаю, там весь мир следит. Что ты можешь сказать, короче? Я уж не хочу говорить об этом. Ну, Андрюх, честно говоря, для меня довольно интересный бой, потому что я буду за Кальвилио болеть. Ну, я знаю, да, все знают, что тебе нравится Синтия Кальвилио. Цыганские женщины, наши все. Как боец. Вот, собственно, сейчас у нее, я думаю, будет очень хороший шанс о себе заявить. Прям очень хороший шанс. Бой пройдет в 125 фунтов. Я просто к тому говорю, что Кальвилио вообще-то в 115 выступало до этого. И сейчас она поднимается. Ну, не мудрено. Со сгонкой у нее там бывали проблемы. И, собственно, теперь, наверное, я думаю, не должно уже и быть все-таки. Вот. Вообще, что касается Джессики Ай. На самом деле, боец она достаточно неплохой. Даже сумела, вот, благодаря своему прекрасному победному стрику в 2018 году дойти до чемпионского боя. Ну, я замечу, что бои там тоже довольно спорные были, если как бы честными быть, да. С календрой Фарри она выиграла сплитом. Джессику Роскларк затем прошла и Кэтлин Чукагян сплитом лишь выиграла. Отлетела от Валентины Шевченко. Это было первое ее в карьере поражение нокаутом. Собственно, до этого нокаутами она не проигрывала. Ну, как бы все случается впервые. Сумела она уже после этого подраться, да, в конце 2019 года. Встретилась с Вивианом Рауджо. Довольно уверенно выиграла этот бой, хочу сказать. Но проблемы некоторые все-таки были. И проблемы именно в партере. Я заметил, знаешь, что удержать Джессикуай на полу было достаточно сложно для Рауджо. Но вот переводы я бы не сказал, что были сложные. Она ее несколько раз переводила. И, ну, визуально это выглядело весьма просто. Вот, я как бы тогда к чему говорю, что, ну, мы же знаем, что в первую очередь Кальвилю именно в партере опасный боец. И изначально я хочу сказать, что она пришла в UFC все-таки именно с, ну, с таким бэкграундом в партере, да. И первые две победы были именно там добыты. Но постепенно, постепенно. Опять же, мы знаем, где она тренируется, да. Она явно, объективно подтягивает стойку. И постепенно в боях она все больше остается в стойке. И даже, знаешь, вот в некоторых боях я смотрю, и я понимаю, что бой очень близкий. Я думаю, ну, давай, как бы переводи, нужно ставить точку. Но она остается в стойке. Видимо, она в свою стойку очень верит. И, ну, действительно, здесь у нее начинает уже получаться. А именно работа на дистанции уже становится неплохой. Крайний бой она провела с Мариной Мороз. Это была ничья, маджорити. Судьи посчитали, что она проиграла первые два раунда, но выиграла 10-8 третий раунд. В принципе, это было по делу, хотя первый раунд был достаточно равный на самом деле. И я замечу такой момент, что вот Марина Родригес, да, она имела максимальные успехи только в тех моментах, когда она вот просто тупо перла вперед, просто вот шла вперед, давила. Вот под таким давлением, как Кальвилю терялась, она много пропускала. Но когда была чистая работа на дистанции, какие-то перестрелки, тогда у Кальвилю были успехи. Ну и естественно, она наконец-то в третьем раунде уже применила свой партер в полной мере. Вообще, мне казалось, что не самое лучшее кардио на самом деле у Кальвилю. Но вот вроде бы и она устала с Мариной Мороз к третьему раунду, но она там столько в партере сил отдала, что оказывается у нее еще силы-то были. Там просто было уничтожение. В общем, дожила, дожила там Родригес и дали ничью. Но на мой взгляд, выступление все-таки хорошее у Кальвилы там было. Вот. Ну, повторюсь, здесь для нее очень хорошая возможность. Если она пройдет Джесси Куай, в принципе, я думаю, она будет заявлять уже о каких-то амбициях своих более высоких. Да, она будет немножко, не сильно, но немножко все-таки будет уступать ее в габаритах и в высоте, да, и в длине рук. Но, повторюсь, я думаю, что Ай, наверное, будет лучше в стойке, но мне кажется, не прям, скажем, не прям разгромно. Я думаю, Кальвилю все-таки составит некоторую здесь конкуренцию. Но я надеюсь, что будет она здесь применять свое главное оружие, это партер. Повторюсь, Джесси Куай перевести можно. Ее переводили уже до этого много раз и выигрывали ее именно в партере. И Кальвиле нужно именно это делать. Поэтому я буду надеяться, что здесь она грамотно распределит свои силы и подойдет к этому бою с грамотным геймпланом, применит свои сильные стороны и выиграет этот бой. Буду болеть за нее. Но на самом деле, объективно, на бумаге бой может быть очень и очень близким. Да, вот, ребят, такое вот у нас мнение получилось по данному карду. И, соответственно, как обычно, достаточно подробный и, как мне кажется, интересный подкаст. В целом, все как обычно, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вы нас этим очень сильно поддерживаете. Кому кайф куда-то там пройти, пообщаться. Для вас есть чат в Телеграме, для вас есть чат ВКонтактике, социалочки, все там, я не знаю, рассылочки на бетоне. Я напоминаю то, что здесь ставок нет. Это просто общее рассуждение, которое помогает вам понять, насколько силен конкретный боец в той или иной степени, либо же не силен. Если вас интересуют ставки с рекомендациями, то милости прошу в бетон. У нас есть и бесплатные рассылки у Ромы и Арсения. Есть платная рассылка у Ромы на любой вкус. И все, причем, рассылки, замечу, зеленые. Хоть там пишут хуйню в комментариях порой, но тем не менее, факты говорят сами за себя тоже. Пацаны стараются, если кому-то хотя бы кайф бесплатно ознакомиться, проходим в группу ВКонтакте и находим всю информацию там. Всем пока, ребят. Всем пока.